Всем привет! Блендер 2.91 и пока идет премьера я решил вот вставить кости чтобы как у вас не было ожиданий таких длинных именно мимо между роликами так давайте свет пока уберем переключимся давайте на материал так это будет слишком светлый поставим вот такой вот и так shift а добавляем арматура сингл бон даже можно если кому-то в таких маткапах именно плохо как работает можно поставить рандом это вот типа как поле группа зеленый цвет прикольный так что нам нужно сделать выбрать кость теперь опять же под прошлым роликом и опор дисплей in front ничего тут такого уже сложного нет тем кто когда-то смотрел хотя бы три ролика по вставлению этих костей это значит джи мов и так далее так здесь у нас будет таз вот именно здесь мы его немножко опять же перекрутим подгоним и зайдем теперь в этот мод и выйдет мод нужно нам поставить здесь ну побольше костей что ли давайте попробуем так если здесь вот сделаем тазовая пусть будет большая теперь получается нужно вот эту косточку дотянуть до хряща вот этого до плечевого и это теперь у нас пошла именно шея на шею можно давайте три кости вот так вот и одну кость добавим на голову если сейчас модель будет отделять вот этот челюсть там зубы еще присутствует то тогда уже по обстановке будем смотреть что да как так джи дотягиваем именно до начала шеи вот здесь вот начинается шея вот эта часть ну чтобы гнулась более менее нормально теперь сразу добавляем е косточку вот так и отсоединяем alt и clear parent давать я еще поставлю скрин каскей чтобы вы видели что я нажимаю а то многим наверно неудобно слушать что я говорю бывает возможно у меня речь какие-то слова пролетают мимо и так и здесь добавляем побольше костей так вот ну и на конечную большую поставим просто гнутся у нас он тут будет а это уже преобразовываться так выбираем вот эту косточку сначала хвоста первую и через shift зажатый вот эту вторую тазовую control пи сочетание клавишки popset соединяем это все связью и теперь вытягиваем значит е кость вот так alt и clear parent и тут вот теперь вопрос вставить ли вот эту ключицу я думаю для анимации она не нужна поэтому выбираю вот так вот косточку g и просто вот отсюда от плеча буду плясать если сейчас добавить сюда еще плечевую кость то возможно при анимации будут какие-то казусы так значит теперь делаем е опускаем косточку вниз и здесь делаем можно сделать две кости чтоб пальцы гнулись но так как явно вы выделенных пальцев нет будем делать одну кость и здесь тоже е косточку вытягиваем alt и clear parent отсоединяем и вот с этой косточкой соединим control пи кипов сет также можно добавить косточку именно вот сюда на локоть чтоб контролировать где он находится давайте так и сделаем это значит е делаем alt пи alt пи clear parent ее можно сделать поменьше чтобы она не сливалась тут еще вот одна косточка будет мы ее ниже пустим и вот эту косточку вот эту косточку давайте вот с этой свяжем ctrl пи кипов сет так что еще можно сделать а можно сделать вот такую штуку перетянуть выделить вот это все shift d сочетание клавиш и поставить на заднюю лапу но лучше каждую лапу вытягивать отдельно вот опять косточку вытаскиваем и получается alt пи clear parent сейчас вы увидите что вот эта нога стоит посередине почему потому что я ее с вида первого не перетягивал это нужно будет тоже сделать так теперь g ставим на вот этот сгиб кость вот эту косточку ловим таз ну чтоб нормально стояла так теперь е опускаем до косточки сюда сюда и вот сюда косточку теперь опять же е вытягиваем заднюю эту кость выделяем ее shift левая кнопка мыши так или просто левая кнопка мыши alt пи clear parent отсоединяем и связываем вот эту косточку вот с этой ctrl пи теперь нам нужно будет ловить или вот эту кость ну вот этот сгиб или вот этот вот и так я предлагаю ловить так вот этот сгиб да его будем ловить вытаскиваем е и получается alt пи clear parent и чтобы они здесь не перепутались давайте ее отведем назад вот так и делаем с чуть-чуть уменьшим и привязываем опять же вот к этой косточке ctrl пи keep offset так ну в принципе это все сделано единицы на нампаде нам теперь нужно что выбрать все вот эти кости единица на нампаде и перетащить их вот к этой лапе вот так семерка на нампаде теперь мы видим что у нас вот эти кости вот эти первые ну и вторая тоже их надо через shift выбрать так выбираем вот эту косточку сначала и давайте ее уведем вглубь тела выберем вот эту косточку и тоже уведем вглубь тела ну и эти подкорректируем вот так ну и вот эту кость тоже немножко уведем вглубь так здесь у нас тоже получается что вот эта кость на плече так вот выбираем вверх кости и уводим ее вглубь ну в принципе вот эта кость стала нормально так теперь мы вот эти косточки привязываем эту к позвоночнику ctrl p keep offset а эту к тазу ctrl p keep offset делаем связь все это дело сделано мы можем добавить также тройка на нампаде именно косточки ушей так что еще можно добавить ну давайте еще добавим е это подстраховка вот сюда косточку чтобы грудь держала отсоединяем ее alt p clear parent чуть-чуть уводим вниз выбираем низ кости и g уменьшаем вот она теперь будет держать у нас грудину вот эту так давайте сразу или оставим ее посередине пускай посмотрим если что в процессе будем уже что-то менять также можно так shift d сочетание клавиш и g поставить косточку одну сюда и с ее тоже уменьшить чтобы она держала именно вот эту часть живот эту кость привязываем к этой ctrl p keep offset даже нет ctrl z ctrl z эту кость давайте сразу к тазовой ctrl p keep offset а эту кость опять же к позвонку ctrl p keep offset и так эти косточки которые должны держать у нас грудь и живот потому что при анимации они возможно будут прилипать к позвонку и вот эти кости они их просто будут не давать притянуться именно к этой части спины вот к этой так так все вроде нормально тройка единицы на нампаде выбираем теперь все вот эти косточки ноги только чтобы они были выбраны все единицы на нампаде делаем shift d щелчок левой кнопкой мыши делаем правой кнопкой мыши опять же mirror x global инвертируем ее по x и подставляем вот сюда так где то вот все это дело теперь привязано все каркас у нас есть единственно что косяк где может вылезти косяк может вылезти все здесь на заднице где еще может вылезти это уже посмотрим по обстановке object mode что нам нужно сделать теперь это обязательно сохранится это файл save us и делаем сохранение так теперь что делаем привязываем вот этого персонажа вот к этому каркасу ctrl-p with automatic widget выбираем кости заходим в post mode и проверяем если сейчас мы поднимем голову голова должна подняться это именно без открытия вот этой челюсти вот вы видите что здесь присутствуют зубы вот они если сейчас мы добавим еще одну косточку возможно мы сможем открыть вот этот рот и попробовать даже анимацию с открытием рта так если мы еще больше повернем вы видите что происходит с моделью вот это вообще шиздец потому что потому что сетка здесь совсем другая вот эту сетку давайте попробуем хвост повернуть R но хвост еще работает так лапы G они пока не настроены но в принципе будут работать ctrl z ctrl z и получается что у нас теперь будет косяк вылазить вот с этой челюстью да возможно даже еще с глазами будет вылазить а ну-ка нет глаза у нас привязаны у нас значит что тут есть вот вот опять же анимация не получится верхняя челюсть вы видите что она в принципе привязалась а нижняя вот и вот это еще что-то тут а это брови пардон и ctrl z значит так что еще ctrl z все ставим все назад и будем исправлять ошибки заходим в edit mode тройка на нампаде делаем shift d вот этой косточки дупликат с мы ее уменьшаем и подставляем на нижнюю челюсть но так подставляем именно там где она будет открываться открываться она будет приблизительно где-то g вот тут теперь вот эту косточку так если мы привяжем вот эту косточку к этой жмем ctrl p keep offset смотрите что может получить post mode r она вот не привязана к персонажу но мы ее сразу проверяем вот она двигается вот за этой костью это все правильно сделано значит что мы заходим в object mode выбираем персонажа и убираем кости жмем ctrl p with automatic widget перевязываем этот каркас выбираем только косточки и заходим в post mode смотрим r все челюсть нижняя привязалась в принципе мы ее можем теперь не трогать но у нас теперь получается другой косяк вы видите что часть уха часть уха вот это вот она отходит это лицевая часть и вот и вот теперь этот косяк нужно исправлять ctrl z ctrl z тройка на нампаде так если мы сейчас откроем r вы видите что открывать не получается тут с моделью конечно есть проблемы поэтому нужно было сделать ему динамеш и тогда было бы все нормально но все это дело мы попробуем сделать нам нужен каркас персонажа мы и так сюда подставим к этому каркасу все будет нормально только уже с другой сеткой и так все у нас есть тройка на нампаде давайте поднастроим теперь вот эти косточки ctrl shift c inverse kinematic и ставим inverse kinematic вот эту на две кости проверяем g как тут все работает все вот на две кости он нормально работает только шея двигается да ctrl z попробуем исправить этот вариант и попробовать на одну кость влияние это значит g ну здесь вообще-то до жопа ctrl z ставим на две кости нам нужно теперь совместить так давайте сначала inverse kinematic везде понастроим ctrl shift c inverse kinematic значит две кости здесь уже на три кости пойдет ctrl shift c inverse kinematic значит здесь уже на три кости и вот этот inverse kinematic на три эти кости тройка на нампаде значит g вы видите что нога нормально работает вот это мне тут нравится да ноги сделаны правильно четкие углы именно для анимации вот именно в такой вот в таком варианте должно быть приблизительно тело но это тело именно как сказать стилизованно если делаете волка тоже внимание обращайте на сгиб лап потому что вам потом нужно будет видно видеть точно где будут кости и чтобы нога адекватно именно сгибалась так что еще можно сделать здесь мы настраиваем вот эту косточку на эту косточку control shift c это мы поставим copy rotation так и поставим local space local space теперь если мы будем шейную кость вот эту крутить вы видите что голова у персонажа будет сгибаться но вот косяк в чем что шея вот это тянется можно даже шею уменьшить да он будет смотреться хуже но зато потом при анимации все это дело восстановится за счет вот этого движения так тройка на нампати control z control z теперь что делаем выбираем вот эту косточку и вот эту делаем control shift c ставим copy rotation и теперь так постойте control z вот эту косточку и вот эту косточку control shift c теперь она должна ротацию вот этой кости копировать о видите о вот такая штука происходит а почему потому что все это дело пока вернем назад вот и потом когда брови привяжем тогда уже можно эти две кости настроить а как оно должно работать я сейчас вам покажу вот на хвосте выбираем вот эту косточку вот эту control shift c copy rotation опять же здесь ставим local space local space уменьшаем интенсивность влияние кости вот этой на эту теперь вот эту кость выбираем вот эту control shift c copy rotation опять же здесь уменьшаем влияние вы видите что хвост опускается теперь вот эту косточку с этой control shift c copy rotation уменьшаем влияние и вот эту кость уже трогать возможно не надо смоем r вот вы видите что как хвост согнулся да control z не есть хорошо значит повторяем вот эту кость control shift c copy rotation и уменьшаем его влияние еще и если сейчас мы вот начнем r крутить эту косточку то вы видите что у собаки хвост закругляется сразу под настроем вот он вот этот изгиб добавляем здесь вот это влияние во и здесь во и получается если мы косточку r чуть-чуть ослабим у нас мягко сгибается хвост вот так вот и это дело мы тоже будем потом назначать почему потому что нужно подставить сюда другого персонажа а у персонажа у этого хвост будет совсем в другой позе и мы тогда можем не поймать вот эти кости так вот в такой он будет позе теперь что можно сделать настроить вот эти косточки локтевые заходим вот object date properties и назначаем name чтобы видеть название костей у нас тут получается шестнадцатая двадцать девятая выбираем inverse kinematic для шестнадцатой кости настройка кости выбираем арматура выбираем шестнадцатую кость вот вот она и вот вы видите что все перекрутилось но это не беда мы градусы вертим и смотрим чтобы лапа стала адекватно вот она теперь адекватно так единица на нампаде тройка на нампаде и опять же все это вот это мы будем назначать нужно назначать уже на готового персонажа который подходит по сетке иначе вы потом персонажа в эту кость не подгоните так что оставляем пока все это дело базово вот так вот с голыми костями у нас есть теперь брови правильно но выбрать мы их не можем но они отходят от персонажа значит нам нужно зайти в object mode выбрать персонажа выбрать edit mode так кости я пока арматуру отключу чтобы вам виднее было и смотрите нам нужно выбрать вот это ухо нажать L вы видите что вот эта часть выделяется и чтобы все нормально было нам нужно ее отделить и желательно чтобы отделить их две части L во так ну и вот эту тоже попробуем L ага нет это уже волос с телом завязан значит отделяем только вот эти части внутренние уши они почему-то отделяются жмем L английскую и жмем P selected все это другой софтул теперь нам понадобятся брови выделяем по полигону одному и делаем английскую L вы видите что ничего не происходит выбираем другие полигоны пробуем L одна бровь выделилась вторая не хочет добавим ей полигонов и сделаем L все вот теперь она выбралась тоже и делаем опять же P selected это у нас будет другой софтул сортом я так сделать не могу потому что вы видите что мне туда в принципе я могу так вот L нажать зубы выделить ну не факт что они выделили все и правильно так теперь тройка на нампаде у нас есть отделенные саптулы и что мы можем сделать мы заходим в object mode выбираем включаем арматуру и выбираем значит сначала уши вот эти и нажимаем shift левая кнопка мыши на каркас ctrl P жмем width empty group нам нужно теперь это группой привязать теперь выбираем только вот эти уши заходим в настройки модификатора находим date transfer нажимаем на персонажа и говорим что привязать привязаться вот к этому персонажу теперь находим vertex group и нажимаем vertex group все теперь это можно нажать apply и также делаем с бровями выбираем брови кости ctrl P width empty group выбираем теперь только брови и находим data transfer выбираем опять же болта и теперь vertex date и vertex group нажимаем и жмем apply применяем теперь если мы выберем кости и зайдем в post mode тройка на нампаде выберем косточку вот это головы и r вы видите что все равно происходит как оно все это дело уже привязано она не отходит у нас теперь ломается именно вот за ушами ну короче модель в принципе нужно перенастраивать ну в принципе менять сетку ничего с ней тут уже не сделать это в принципе будет гемор ну модель шикарная и сейчас я поменяю в the brush ей сетку опять сделаю другую развертку и все будет классно к этим костям я просто опять подгружу этого болта и перевяжу это все на эти кости и так я поменял сетку единство что у нас сбился хвост вот у болта да и давайте этого персонажа делит удалим и файл значит импорт забросим сюда обжиг обжиг мод уже дай нам эшев скую сетку другого персонажа весит он конечно чуть побольше но мы сейчас все это дело подправим так теперь нам нужно зайти выбрать кости зайти в edit мод и вы видите что кости привязались и поправить их в принципе не получится но самое что важно что если сейчас мы выберем персонажа и выберем кости сделаем control p сделаем with automatic widget они привяжутся правильно почему потому что изначально кости вставлялись именно по этому персонажу привязка идет долго потому что вот эта модель весит именно 108 тысяч полигонов сейчас мы ее будем понижать и вот смотрите видите привязалась кость это все по прошлым роликам если заходим выбираем косточки сейчас и если вам надо проверить персонажа в какой он изначальный был позе вам нужно зайти в edit mode и вы увидите вот его родная поза если кости какие-то сбились то они все равно привяжутся если они вставлялись к этому персонажу если персонаж будет под этот рик другой то уже будет сбой кости привяжутся ниже хвост так и останется допустим сверху если хвост маленький тут нужно уже перерабатывать и подгонять это все дело опять же ссылку на этот ролик где я это все делал оставлю в описании ну все погнали теперь дальше здесь уже можно делать полную настройку просмот так первоначально пардонте нам нужен персонаж у него вот такая плотная сетка и давайте сетку уменьшим как я раньше делал децимейтом децимейт мастер и вот это все дело уменьшаем и уменьшаем чтобы пусть он будет реже не проблема главное чтобы он совсем не испортился в виде чтобы видеть как какой у него вид то включим вот сейчас включаем все нормально 11000 полигонов все нормально тот персонаж был 10000 но на одну тысячу больше не проблема жмем апли все теперь у нас персонаж 10000 полигонов а 11 пардонте так болта 2000 вертиксов 11 фейсов 21 трисов 23 так тройка на нампаде выбираем косточки заходим в пост мод а в edit мод давайте зайдем и вот эту кость уже удалим почему потому что она нам уже не понадобится рот я сделал не открывающимся а теперь возвращаемся в пост мод смотрим r вот теперь у нас косяк ctrl z мы этот косяк должны исправить заходим в object мод и перевязываем вот этого персонажа на rig ctrl p with automatic widget заходим теперь выбираем косточки и надеюсь все это дело исправилось так выбираем кости выбираем пост мод выбираем головную кость все вы видите что просто когда вы удаляете кость нужно все это дело назад перевязать теперь настраиваем опять же косточки как нам надо ctrl shift c и copy rotation как я уже и показывал теперь жмем local space local space уменьшаем вот эту интенсивность чуть чуть поменьше теперь эту косточку на эту вяжем ctrl c copy rotation уменьшаем интенсивность и сейчас опять же все это дело мы подгадаем как я уже показывал c уменьшаем c уменьшаем c c c copy rotation интенсивность уменьшаем если сейчас мы опять как я показывал r загнем хвост и видите как он офигенно загибается потому что это уже другая сетка так вот это уже будет нормально ctrl z все хвост настроен теперь включаем name так у нас вот опять 16 кость 26 включаем inverse kinematic настройки кости жмем арматура жмем 16 кость привязка и поправляем значит так здесь она уже выставлена 87 потому что я уже ее поправлял выбираем эту косточку жмем арматура там уже 29 кость вот мы ее на 29 ищем 29 делаем привязку ее перекрутило теперь эту часть мы делаем на минус 87 иначе у нас будет потом при анимации не очень хорошо так а почему она не идет на минус 87 это бы кто сказал значит я тут забрехался значит делаем 2 на плюс во 87 вообще когда делается то одна вот это inverse kinematic идет на минус а одна на плюс почему то здесь у меня 2 пошло на плюс ну ладно посмотрим как поведут себя эти косточки здесь у нас 22 35 5 ставим арматура привязка к арматуре и ставим 22 ищем 22 кость здесь попробуем на минус на минус у нас тоже не идет опять на плюс так и здесь ставим там 87 ну и это значит будет по плюсу тоже 87 арматура арматура 35 35 так на плюс можно даже вот так напечатать 87 enter чтоб не крутить если вы уже знаете как она установлена теперь отключаем наименование костей и вот теперь попробуем как все это дело движется G вы видите что мы можем теперь руководить вот этой косточкой и куда мы ее повернем 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 вот смотрите кости отключаем и G вы видите что я могу теперь ворочить двигать плечом ctrl z локтем точнее так-так-так-так-так что еще можно прописать ну в принципе все шею вот можно еще поднастроить через shift ctrl shift c copy rotation local space local space уменьшим интенсивность опять же выбираем теперь косточку зеленую вот эту ctrl shift c copy rotation уменьшаем интенсивность ну и вот эту тоже настроим ctrl shift c copy rotation интенсивность тоже можно уменьшить так если мы эту косточку будем R крутить вот вот теперь и шея более менее нормально работает и голова мягче так выставляем ровно и вот можем теперь по отдельности еще костями вводить вы видите в чем прикол то ctrl z классно все это дело работает также можно настроить вот эти кости на кручение вот этих ступней но как у человека кисть руки ворочаться не будет в принципе не обязательно потому что у нас уже установлены ориентиры локтей вот этих g ctrl z все риг готов тройка на нампаде все нормально пробуем пробуем теперь как он будет приседать да вообще бомба ctrl z хорошо работает персонаж вот есть делаешь персонажа он плохо ведет себя с костями этот вообще бомбовский все всем пока до свидания в следующем ролике будем делать ему походку потом бег как я и говорил в следующем видео подключение вот вот и вот 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 вот